Мирнинский суд вынес решение по делу об отравлении детей психотропными препаратами. Напомним, весной этого года молодая няня, присматривая за детьми у себя дома, упустила момент, когда малыши нашли и съели сильнодействующие лекарства. Только чудом дети остались живы, но их здоровье был нанесен вред. Какой вердикт вынесли подсудимые, об этом в сюжете моих коллег из Алмазного края. Мирнинский суд слушает дело в отношении 21-летней Ехиты Хаджиевой. В мае этого года она оказывала услуги няни на дому. Приняв троих малолетних детей, подсудимая проявила преступную халатность. В доступном месте для ее подопечных оказались сильнодействующие психотропные лекарства, чем и воспользовались дети. Когда им стало плохо, нерадивая няня вызвала скорую. Врачи на месте приняли решение о срочной госпитализации. В итоге пострадавшие оказались в реанимации, а девушка на скамье подсудимых. В результате оказания услуг подсудимой, не отвечающей требованиям безопасности жизни здорового потребителя, согласно заключению эксперта, у всех в принципе трех малолетних детей установлено отравление психотропными веществами, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Яхита Хаджиева полностью признала собственную вину и согласилась с доводами следствия. Правда, как отметил старший помощник прокурора, за все время разбирательства за подсудимой особого раскаяния не замечалось. Только в зале суда она смогла произнести лишь одну фразу в адрес родителей. А раскаяние делу не помогло. От заключения под стражу в зале суда спасло только наличие у подсудимой годовалого ребенка. Суд считает, необходимо назначить Хаджиевое наказание в виде лишения свободы. Оснований для назначения иных видов наказаний применения ст. 73 УК РФ не имеется. Учитывая все обстоятельства данной личности Хаджиевой и наличие смягчающих обстоятельств, суд считает, что исполнение реального отбывания наказания Хаджиевой в соответствии с частью 1 статьи 82 УК РФ может быть отсрочено до достижения ее ребенка Шакерзьянова, РТ, 10 февраля 2016 года, рождения, 14-летнего возраста. Таким приговором подсудимая еще легко отделалась. Два года колонии ей отсрочили на 13 лет. Помимо этого, она должна оплатить расходы, связанные с лечением, и выплатить моральный вред в сумме 100 тысяч рублей.